Смотрите, это Джек-фонарь. О нет, он пришел за нами, все бежим отсюда. Постойте, не убегайте, это я, ваш учитель Балди. Просто я решил немного вас разыграть, ведь скоро у нас Хэллоуин, и я вырежал вот такой светильник Джека. А почему он так называется, светильник Джека? Об этом есть одна легенда. Хотите, расскажу? Да, очень хотим. Тогда слушайте. Жил в Ирландии фермер по имени Джек. Он был так ленив, что на своей ферме выращивал только репу, вместо того, чтобы выращивать и другие овощи, как его соседи. Поэтому он зарабатывал немного. Джек любил выпить, и вместо того, чтобы работать, он пошел в таверну. Но так как он был очень скуп, то не хотел платить за себя. А в тот день в таверне никого не было. И естественно, все работали в поте лица на поле. И тут Джек увидел странного человека. Это был сам дьявол. Уважаемый, могу я у вас попросить взять мне кружечку газировки? Что? Джек пил газировку? Я слышал, он был пьяницей. Ничего удивительного в этом нет. Все любят газировку. Слушайте дальше. И еще разок, уважаемый, могу я у вас попросить взять мне кружечку газировки? Газировки? Может быть лучше кружечку Эля? Нет, кружечку газировки. Хорошо. А что ты мне за это дашь? А просто так за даром нельзя? Даром только птички поют. Ха-ха-ха-ха. Душу. Что? Твою душу. За кружечку газировки отдашь. А, это без проблем по рукам. Бармен, налейте ему газировочки. А-а-а, вкусно. Еще хочу. Минуточку, зачищет этот банкет. И Кито оплачивать будет. И я платить не буду. Он обещал заплатить. Все претензии к нему. Ах да. Денег-то у меня с собой нет. Ну ничего. Сейчас я превращусь в монетку. И мы рассчитаемся. Джек был хитер. Он давно понял, что это был дьявол. И как только тот превратился в монету, фермер схватил ее и бросил к себе в карман, где лежал серебряный крестик. Джек, не дури, слышишь? Из-за крестика я не смогу превратиться обратно в первоначальный облик. То-то и оно. Полежи теперь у Христа за пазухой. Сжалься, Джек. Отпусти. Меня детишки чертята дома ждут. Если ты меня отпустишь, я целых десять лет не буду тебя трогать и напоминать тебе о твоем долге. Ну что ж, десять лет срок немалый. Это же сколько газировки еще можно будет выпить. Хорошо, я согласен. Джек освободил дьявола, и тот целых десять лет не являлся к нему. Но когда настало время платить по счетам, он явился к фермеру в самый неудобный момент. Фух, проголодался я. Пойду скушаю гамбургер с колой. Привет, Джек. Прошло десять лет, как и договаривались. А теперь я заберу тебя в ад, где горит тебе всю вечность за кружечку газировки. Ха-ха-ха. Да-да, я помню. Не вопрос. Слушай, ты явился так внезапно. Я как раз собирался идти домой покушать. Но раз уж ты хочешь забрать меня, то сделай мне маленькое одолжение. Позволь съесть хотя бы яблочко перед тем, как покинуть эту грешную землю. Ладно, ешь. Эээ, только его нужно сорвать вон с того дерева. Ну так рви. Я целый день работал на поле. Спину еле разгибаю. Да и староват я уже для этого. А вот ты, дьявол, тебе всё ни по чём. Залезь, пожалуйста, ты. Ну и наглёшь. Ладно, сейчас сорву. Тебе какое? Красное или зелёное? Чего молчишь? Что ты там делаешь? Я тут крест ножом на дереве нацарапал. Ах ты! Опять меня провёл вокруг пальца! Да, теперь ты не сможешь слезть с дерева. Жалься, Джек! Отпусти меня! Я за это ещё десять лет не трону тебя! Нет. Десять лет, оказывается, проходят как одно мгновение. Я уберу с дерева крест, если ты пообещаешь, что никогда не заберёшь меня в ад. Согласен. Джек освободил дьявола, но долго жить ему не пришлось, так как он вёл нездоровый образ жизни и ел всякую гадость. Джек умер, и его душа полетела в рай. Конечно, мои планы не входило, то, что я так быстро умру. Ну, хоть в ад не попал. Стоп! Поворачивайте назад. Мы не ждём тут таких, как вы. Каких это таких? Ну, вы, например, насколько я знаю, были ленивым. Ну и что? Так все ленивые. Но к нам ленивые не попадают. А ещё вы были скупым человеком. Так все немного жадные. Я же не исключение. Возможно, но к нам жадины не попадают. И ещё вы были обманщиком. Так все кругом обманывали. И я обманывал. Дело в том, что к нам обманщики не попадают. Все обманщики попадают в ад. Вот туда вам и дорога. Это что ли ад? Рогатенький, подкинь уголька. Что-то вода остыла в котле. Не умничай, грешник. Тебе ещё всю вечность в котле сидеть. Успеешь свариться. А ты чего сюда припёрся, Джек? Тебе не место в аду. Меня из рая выгнали. Отправили в ад. Нет, это исключено. Я своё слово держу. А по нашему уговору, я тебя никогда не приму в ад. Так куда же мне теперь деваться? Возвращайся туда, откуда пришёл. Но в мире душ темно. Дай мне что-нибудь, чтобы осветить путь. Держи уголёк из адского костра. На память. Только не обожгись. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну и шутник ты, однако. Ладно. У меня с собой есть репа. Я сейчас из неё вырежу светильник и положу туда уголёк. С тех пор Джек бродит со светильником в руке, в поисках места, где он мог бы остаться. А люди, когда узнали об этой истории, стали вырезать из репы, картофеля и свёклы светильники со страшными рожицами, чтобы отпугнуть проклятую душу Джека и другую нечисть в день всех святых. А почему тогда у вас светильник из тыквы? Когда традиция вырезать светильники из Ирландии дошла до Америки, то местное население стало вырезать их из тыквы, так как тыква была более доступна им. С тех пор светильники из тыквы стали символом Хэллоуина. Мне страшно. Нужно было и мне принести светильник из тыквы. Не стоит бояться этого праздника. В нём настолько всё перекручено, надумано и нереально, что стоит его воспринимать только как день, когда можно друг друга попугать. И вам за это ничего не будет. Люди любят пугать друг друга. Вот и придумали такой праздник. А что это там в конце коридора? Где? Да вон там. Где? Там ничего не видно. Всем привет. Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Но перед тем, как это сделать, я хотел бы объявить конкурс на лучший сценарий. Напишите в комментариях очень кратко, захватывающий и логичный сюжет к мультфильму. Вот внизу образец. Авторы лучшего синопсиса, на мой взгляд, я укажу в титрах к ролику. Ну а теперь перейдем к приветам. Поехали! Привет, Сардана Долгунова. Привет, Эмбрио. Сэйнт, привет тебе. Саня Ченнел, привет. Зина Смагл, привет. Айвакин Лайф, привет тебе. Никита Шанрибин, привет. Хоббит Лайк, привет. Люба Щербак, привет. Наемник Дэдпул, привет. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, пишите в комментариях свои приветы и деритесь с друзьями в соцсетях. Ну а на этом у нас все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok